Я должен признаться, что я вам буду читать не доклад, не 20 минут, это будет сообщение. Короткое, поэтому для сокращения времени я часто буду пользоваться текстом. Я хочу сказать также несколько предварительных замечаний, что в моем докладе я часто буду ссылаться и цитировать хорошо известные всем места святого письма. Не для того, чтобы в ближайший раз вам напомнить и хорошо знать, а моя задача будет скорее в поиске вечных контекстов, именно тех положений, о которых я буду говорить. Ну, здесь я вспоминаю слова поэта, который сказал, берем обычные слова, как неизветные страны, они понятны ли сперва, затем значение их туманное, их протирает стекло, и в этом наше ремесло. В некотором смысле я буду протирать некоторые, может, хорошо известные вам слова об этом, особенности, не потому что я, так сказать, буду ли теряться на банальности, но это особенность моего сегодняшнего, моего сегодняшнего изложения. Дело в том, что это совершенно хорошо известное всем положение, что святое письмо касается не того, что проходит, а того, что сохраняет, того, что характеризуется предикатами вечности. И поэтому те оценки познания, часто, может, непривычные для нас, которые находятся в Библии, эти оценки сейчас подбежат анализу в том отношении, насколько они актуальны сейчас, в какой мере. Вот эту меру актуальности я и буду в этом мире исследовать. Дело в том, что проблема вечных контекстов важна, потому что это особенно остро встает, когда мы исследуем такие темы, как борьба добра с злом, как происхождение зла. Духовная напряженность этих вопросов, ну, объясняется, как правило, тоже хорошо известным вам положением о том, что если Бог есть, откуда зло, если Бога нет, откуда добро. Как известно, Господь Бог создал мир не просто хорошо, а весьма хорошо. Тогда возникает, а откуда зло, зло возникает, как нарушение божественных запретов на познание добра и зла, которые, в общем-то, приличествуют божественным силам. Но человек еще при этом попытался уподобиться богам, что и привело к грехопадению. И, если не может, в мир вошло зло. Но здесь важно, так сказать, такое обстоятельство. Внимательное чтение книги «Бытия» показывает, что люди не познали все-таки первоначально добро и зло. Хотя пусть иди кладок от злевопознания добра и зла. Они не представляли себе поведенческой основы добра и зла, поведенческой репрезентации добра и зла. И Бог, как вы знаете, в четвертой главе книги «Бытия» поясняет Каину. Он говорит, я сейчас процитирую это место, но ладно, это это для меня. Значит, Бог обращает Каину, говорит, если делаешь доброе, то не поднимешь ли лица. А если не делаешь доброе, то у дверей твоих грех лежит. Он влечет тебя к тебе, но ты господствуй над ним. Сквозь модальную подачу этих поучений божественных, если обратиться к их суду, то оно будет выявить и таким образом. Добро требует обращения к небу, требует взгляда вверх. А зло, так сказать, низменно, греховно и так далее. Иначе говоря, добро связано с благодатью, а зло связано с этими низменными взглядами. Такое представление добра и зла, поведенческое, оно не продвижало, оно не было изначально известно людям. Оно принадлежит человеческой истории, в процессе исторического развития люди пришли к такому представлению. А первоначально они этого не знают. Выходит, что вкушение плодов добра и зла, описанное в книге «Бытия», не привело Адама и Еву к знанию того, что такое добро и что такое зло. Тут возникло несколько более серьезных обстоятельств. Выходит следующее, что возникает проблема, вот, собственно, та проблема, которую я не хочу исследовать. Воспекает проблема, в чем же дело? Если не само незнание добра и зла привело к грехопадению, то чья здесь вина? Может быть, само познание, а не самовольные какие-то представления о добре и зле вызвали, вызвали грехопадение. Или же речь идет о разных видах познания, о каких, собственно, видах и разновидностях познания идет речь. Дело в том, что в Библии есть много мест очень высокой оценки познания. Это, прежде всего, относится к самопознанию, к самопознанию. Например, апостол Павел в своем втором послании к хорейсианам, он пишет следующее. Он пишет следующее. Значит, с богословской точки зрения познание эффективно и возможно тогда, когда сам познающий человек познан Богом. Апостол Павел получает следующее. Изучайте, исследуйте самих себя. Или вы не знаете самих себя. Ибо Иисус Христос у вас существует. Значит, речь идет, во-первых, о высокой значимости такого вида познания, как самопознание. Кроме того, существует еще другой вид познания, который инициирован словом. Его божественной атмосферой, которая позволяет приочтить объекты к духу за счет превращения их именованных явлений. Именованные явления начинают резонировать на вопрошение. И таким образом позволяют нам прийти к некоторым представлениям, подвести объекты под информационное поле духа, под информационное поле вопрошения. Значит, мы выделяем, ну вообще, так сказать, согласно преданию, принято считать, что именование – это всегда обладение, освоение каких-то средств духовного манипулирования объектами. Библия описывает такой эпизод, как Бог приводит к человеку животных для именования в целях владычества над ними, над животными. Я цитирую, как, значит, душею живого. Значит, таким образом получается, что существуют и такие виды познания, которые непосредственно не связаны с познанием добра и зла, но ориентированные на владычество, на, значит, господство. Этим клуб ценных и...